Итак, российские фигуристы на чемпионате мира в Праге завоевали одну золотую, одну серебряную и три бронзовые награды. Ну, может быть, кто-либо из наших зрителей, которые слушают сейчас меня, скажут, ну, мало. Были ведь действительно годы, когда завоевывали по три золотые медали. Ну, я думаю, все, что творится в мире, это отражается и на спорте. Но трагедии, я думаю, никакой нет, потому что я уверен, что наши спортивные пары, воспитанники Санкт-Петербургской школы, они еще скажут свое ветское слово. Ну, а это уже парад участников. Мурт Браунинг и Элвис Тойко. Два канадца, два соперника и два товарища. Мурт Браунинг и Элвис Тойко. Вы знаете, самое главное, конечно, чтобы сохранить то лучшее, что было в нашей отечественной школе фигурного катания. Увы, к сожалению, мы теряем и тренеров. Вы знаете, что за рубежом сейчас работает Ирина Роднина. В Америке работает и Наталья Тубова. Здесь, в Праге, я встретил одного из лучших наших специалистов, Эдуарда Плинера. Он работает в Австрии. Но я думаю, что не осудила наша земляна таланты как тренерские, так и таланты спортсменов. И я верю в успех наших спортсменов на Олимпийских играх и прежде всего в Лилле Камере. Последний раз выступали в единой команде в Альбер-Вилле. Вот впереди Лилле Камер. Ну, теперь канадский фигурец уже в роли. Комиков выступают здесь на льду. Вот. Браунин. И призывает, по-моему, Элвису стойко. Ну, вы, дескать, давайте попробуем. Ну, что ж, зрители прощаются. Прощаются с участниками чемпионата мира по фигурному катанию. Благодарят их за доставленное удовольствие. Мы верим, что на льду будут, каждым годом будут появляться все новые, новые талантливые спортсмены. Пример этому выступление здесь в Праге украинский фигуристский Оксаны Павел. Мы не прощаемся со спортсменами, а говорим им до свидания, до встречи в Лилле Камере. А мы на этом заканчиваем наши репортажи из Праги, организованные в студии спортивных программ телекомпании «Останкино». Комментировал Георгий Саркисян. Всего вам доброго, друзья.